Привет, Интернет! Несмотря на установившиеся 20-ти градусные морозы в феврале, мы продолжаем наши небольшие путешествия выходного дня. Сегодня мы отправимся в город Суздаль, который называют одной из самых ярких жемчужин Золотого кольца России. Город, безусловно, богат на достопримечательности, но говорить обо всех сразу было бы, наверное, неправильно. В этот раз я выбрал музей деревянного зодчества Владимира Суздальского музея-заповедника, в котором последний раз я бывал еще будучи школьником, поэтому мало что помню. Несмотря на то, что сюжет вряд ли получится большим, могу поделиться инсайдом о том, что на этом тема деревянного зодчества не будет закрыта. Итак, как же выглядели деревянные постройки Владимирской области в прошлом? Музей деревянного зодчества и крестьянского быта – это целый музейный комплекс под открытым небом, где представлены уникальные культовые и жилые постройки 18-19 веков, привезенные из различных уголков Владимирского края. Музей создавался в 1960-70-х годах по проекту архитектора Валерия Михайловича Анисимова и представляет собой стилизованную сельскую улицу с церквями, домами и хозяйственными постройками. Он разместился на берегу реки Каменки на окраине города Суздале. Официальное решение о создании музея деревянного зодчества было принято исполкомом Совета народных депутатов Владимирской области в 1968 году. Было обследование около 60 населенных пунктов Владимирской области, выявлено 38 построек, из которых 11 были рекомендованы для перевозки в Суздаль. Музей деревянного зодчества дает представление не только о деревенской архитектуре, но и о быте русских крестьян Владимирского края прошлых веков. Причем в музее воспроизведена обстановка домов, хозяева которых относились к разным слоям крестьянства. Можно увидеть, например, одноэтажный дом крестьянина середняка с замечательной резьбой над окнами, привезенный из Меленковского района. Через крытый двор можно пройти в неотапливаемую клеть, которая служила и как кладовая для хранения имущества и некоторых продуктовых запасов, и как дополнительное жилое помещение в летнее время. В теплой половине дома типичная обстановка красный угол с иконами, русская печь с лежанкой, обеденный стол и лавки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дом зажиточного крестьянина из Везняковского района двухэтажный на кирпичном фундаменте. Верхний этаж занимались жилые горницы, где кроме традиционной обстановки деревенской избы представлены различные предметы городской культуры, которые говорили о благосостоянии хозяев. Нижний этаж занимала ткацкая светелка, по сути деревенская мануфактура с двумя ткацкими станами и приспособлениями для перематывания нитей. В этом помещении с отдельной печью и лежанками при необходимости не только работали, но и жили наемные ткачихи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» К сожалению, по разным причинам не удалось посмотреть интерьеры церквей и бывший дом купцов Агаповых, в котором располагается кузница. Но ничего страшного, будет повод не ограничиваться этим видеоматериалом, а посмотреть все собственными глазами. Музыка 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 Кроме изб, в музее расположились и хозяйственные постройки, амбары, а вины зерносушильни, колодцы, бани и мельницы. Редкий экспонат – это колесный или ступальный колодец из Селивановского района. Для подъема воды внутрь колеса, оборудованного ступенями, входил человек и, ступая как по лестнице, раскручивал его. В одной из двух витринных мельниц, привезенных из Судогодского района, открыта экспозиция, которая знакомит с техническим устройством мельницы и предметами, необходимыми для организации мукомольного дела, этой неотъемлемой части деревенской жизни. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Деревенская улица Представлены и малые домики бедных крестьян В одном из которых расположена сувенирная лавка Деревенская улица Деревенская улица Музей деревянного зодчества в Суздале стал местом проведения многих праздников и фестивалей Которые привлекают большое количество гостей и туристов Такие как День огурца Вообще огурец это чуть ли не основная овощная культура суздальских огородников Которые предлагают попробовать их во всех возможных видах Свежие, малосольные, жареные, запеченные в пирогах, варенье из огурцов и так далее Праздник народных ремесел и широкую масленицу также проводят здесь Если коронавирусные ограничения не помешают То уже в марте люди снова попробуют легендарные плены с горячим сбитнем А также увидят гусиные бои и прочие масленичные потехи Концертные номера лучших фольклорных коллективов, народные игры и забавы Ярмарочная суета Также обязательные атрибуты этих праздников Я рекомендую каждому жителю Владимирской области обязательно Хотя бы раз побывать здесь, чтобы воочию лицезреть рукотворную культуру наших бабушек и дедушек Это наша история и культура, которую нужно знать, помнить и чтить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok